Икс Икс, с вами Белевикс. Всем привет! Сегодня я бы хотела рассказать вам про сладеньких иверяшек из новой серии Бездэй Белл или же Балл в честь дня рождения. В коллекцию входит 5 куколок. Это Сидар Вуд или же Кедра, Розабелла Бьюти. Напоминаю, что эти куколки имеют приятный запах. Причем приятный запах печенек. А также в серию входит Купидон, Блонди Локс и Датча Свон. Данная коллекция посвящена дню рождения, на который девчонки пойдут с классными подарками для именинницы или даже именинников, чьи имена пока знает только Маттел. Особенность Сидар и Розабелла Бьюти заключается в том, что они и их наряды пахнут сладкими десертными запахами. А еще одна особенность этих кукол это необычные расцветки волос, которые мы уже видели на примере бюджетных кукол этой серии Кьюпид, Датча С и Блонди Локс. Коробка у данных кукол нового стандарта в розовых и фиолетовых тонах. Рядом с куклами есть отверстие, благодаря которому можно узнать запах куколки. Ммм, как же вкусно и приятно пахнет кукла! Недаром надпись гласит «приятный аромат». Что ж, посмотрим теперь заднюю часть коробки, она такая же красочная. Есть приглашение на бал, а также коробка с печеньем. Сидар пахнет кондитерским изделием со вкусом апельсина, а розабелла со вкусом сахарного печенья. К каждой кукле прилагается подставка, расческа, сумочка и также невероятный сладкий запах, что в новинку для современных кукол такого формата. А теперь давайте же рассматривать наших кукол. И начнем мы с Сидар Вуд, она же Кедра. Сидар Вуд в этой коллекции, посвященной вечеринке в честь дня рождения, не слишком изменилась в плане скинтона или молда тела. Ее ореховый цвет кожи остался, как и молдированные узоры под дерево. Карие глаза подчеркивают фиолетовые тени и коричневые брови, которые дополняют нежно-розовая помада с небольшой полоской посередине, чуть более насыщенного и темного оттенка. Роскошные темные локоны Сидар Вуд в коллекции Безды Белл стали ярко-розовыми с примесью ноток люрекса. Завитые пышные волосы стали прямыми и достигают кукли до пояса. Часть волос скокетливо убрана в косичку и заплетена на бок. Поверх всей этой роскошной прически нежно-розовый ободок с бантиком. Из других украшений у Сидар Вуд имеется золотистое ожерелье с фиолетовым бантиком, также золотистый вееровочный поясок и сумочка в виде малиновой коробочки с нежно-розовым ленточным бантиком. Она обманчива и оказалась пустой. Платье, как и у Розабелла Бьюти в этой коллекции, скромноватое, но со вкусом и очень нежное. Оно выполнено из бело-розовой ткани. Верх украшен цветочным узором и рукавами до локтя, завершающимися фиолетовой оборкой. А узорная пышная нижняя юбка сделана с узором дерева, подобно базовой версии. Поверх одной юбки сделана и легкая вторая юбочка с золотистой подшивкой и блестками. На ножках у Сидар Вуд Бездой Белл нежные открытые туфельки с фиолетовыми бантиками. А теперь мы с вами рассмотрим Розабеллу Бьюти. Как же она приятно пахнет, я оторваться от нее не могу. И, кстати, прошивка у куклы очень хорошая. Цвет кожи Розабелла Бьюти Безды Белл не сильно изменился, как и ее карие глаза, подведенные желтыми тенями и украшенные дополнением в виде нежных розовых губ. А вот волосы претерпели серьезные и сильные изменения. Розабеллу даже не узнать. А я еще путаю ее с Дарлинг Чарминг, потому что они внешне чем-то похожи в этом образе, да еще и волосы у кукол светлые. Длинные коричневые локоны превратились в ярко-золотистую копну волос с люрексом. Волосы зачесаны назад и забраны в хвостик, а другая часть волос просто завита снизу. Поверх этой копны волос находится розовый ободок с золотистыми макаронами с бантиками и нежно-розовыми цветочками. Эта же тематика прослеживается и на молочно-белых очках с золотистыми розами в краешке очков, прям как у Дольче Габбана. А также на ее золотистом ожерелье с розовыми камушками и желтой сумочкой с розовыми цветами и ручкой в виде жемчужинок. Платье Розабелла Бьюти простое, но очень милое. Верх сделан из желтой ткани с принтом розовых бантиков и жемчужинок, а рукава выполнены в стиле фонариков. Юбка платья однослойная. Она сделана из желтой ткани с цветочным узором и розовой сетчатой оборкой по краям юбочки. Открытые туфельки Розабеллы выполнены смолдированным узором бабочек и рюшек, что создает сказочно-очаровательный образ для дочери-красавицы и чудовища. В общем, настоящая принцесса. А на этом наше видео подошло к концу. Напиши в комментарии, что ты думаешь по поводу этих кукол и какая эверяшка тебе понравилась больше всего, Сидор Вуд или же Розабелла Бьюти. Подписывайся на канал, ставь лайки, а также участвуй в наших конкурсах. Ссылка будет в описании. Be cool and crazy. Шлю вам сладкий поцелуй. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok